Еще не все из тех, кто сердцу дорог, мир с Богом в Иисусе обрели. Еще с Христом их разделяют горы, они еще от Господа вдали. Над ними дьявол властвует сегодня и заставляет в темноте блуждать. Да осияет их любовь Господня, да осенит их Божья благодать, да явится им крестное распятие и будет каждый Богом привлечен. Могу ли о душах близких умолчать я, в молитве не назвать родных имен? Голговские меня омыли раны, спасение во Христе имею я, но дай Господь, что поздно или рано пришла к Иисусу вся моя семья. Во имя Сына Божьего молюсь я, о каждом человеке дорогом написано, ты веруй в Иисуса, спасешься сам и весь спасется дом. Настанет время, я покину землю, войду в обитель вечную Христа, обетование Господа приемлю, хочу родные лица видеть там. Была бы вечность для меня печальная, когда б я знала, что кто-то не спасен, один из моих близких или дальний, что он на муки злые обречен. Пусть не погибнут близкие мне люди, пусть милость Божья каждого найдет. Пока жива, всем говорить я буду, что Иисус спасение дает. Пусть Бог откроет их глаза и уши, чтоб видели и слышали они, чтобы нашли покой бессмертным душам, чтобы Христу вручили жизни дни. Я знаю, что слова мои бессильны, кого-то из родных моих спасти, но Дух Святой могущественной силой их может к Иисусу привести. Мой Иисус, источник благодати, над дьяволом победу одержал. Он властен от греха освобождать их, чтоб в узах мерзких не была душа. Я Господа просить о том дерзаю, чтоб души близкие пролился свет. Спасение на Иисуса я Иисусу доверяю, а невозможного для Бога нет. Как много тех, о ком никто не просит. Труднее им прийти к ногам Христа, и счастлив тот, чье имя произносят, молитву к Богу чьей-нибудь уста. И о моем спасении когда-то молилась мама у престола благ. По тем молитвам Иисус распятый спас мою душу из пучины зла. И в свою очередь теперь молюсь я о каждом человеке дорогом. Написано ведь, веруй в Иисуса, спасешься ты, и весь спасется дом.